В начале совещания Сергей Морозов напомнил, что с момента создания ядерно-инновационного кластера прошло 6 лет, и за это время было сделано немало. Мы прошли свои очень серьезные пути, сложные и несомненные. По основным объектам кластера уже понятны конкретные сроки сдачи, эксплуатацию. Повторяем, что вокруг многих проектов нашего кластера уже формируется новая система, новая система профильного образования, новая система, новая система, новая система, новая система, строительство города, и сам город начинает меняться. Только за прошлый год на развитие кластера было направлено 75 миллионов рублей, и еще миллиард Димитровград может получить на развитие индустриального парка. Сергей Морозов также подчеркнул, что реализация проектов кластера создает хорошие предпосылки для решения многих проблем, касающихся развития региональной экономики, наполнения бюджета, создания рабочих мест, развития строительной отрасли. На встрече были представлены презентации ключевых проектов кластера. Среди них исследования разработки радиофармпрепаратов, технологии для обращения с отработанным ядерным топливом, а также конструирование и изготовление оборудования для предприятий атомной отрасли. Было отмечено, что Димитровград имеет широкий спектр возможностей. Мы создаем максимально приятные условия для реализации этих проектов. Сейчас уже иван Кторов, который здесь будет сформированный, иван в нашей инвестиционной полиции, может получать от себя в нашей промежке. У вас создана большая и очень серьезная база. Участники встречи также обсудили механизмы поддержки кластера со стороны Федерального центра. Татьяна Баловна, Анжелика Боровинок. Наше время.